Великий Белый Престол, это уже запредельная историческая планка. И перед ним преклонятся небесных земных и преисподних. Вы на этот флаг, взгляните, ни одного знака больше никакого нет. Красная кровь касается всех, от Адама до последнего. Небо над всеми одно и то же, проповедует славу Божию. Ну, а суд Божий никто не избежит, всем надежит пристать на суд Христов. Никто не возразил, повторяю, никто за всю жизнь мне не возразил. Что это за флаг? Тем более здесь, я спрашиваю, что такое? Ну, рыба, ну, только рыба, мы рыбу и так купим. В этот день они не поняли, что служило. А нужно было сказать, Господи, прости, три года ходили за тобой, и мы ничего не поняли. Ты царь неба, назначенное тобой избудется. В этот день они не поняли этого, а Господь говорит, ну, это сокрыто от глаз твоих. Эта фраза звучит сегодня, от людей сокрыто. Не только этот флаг, это говорящий флаг. Он и для Америки, он и тысячу лет назад, то же самое была земля, небо и белый престол. Он вневременный. Так и здесь, это сокрыто и тогда было, и сегодня. А можно ли открыть? Открытым оком надо смотреть. А вот теперь можем показать, как смотреть. Как? По одному вопросу. А температура маленько меняется. Я вчера об этом говорил. Кто в интернете работает, зарядите два слова, алтайская песня, и вас сразу вынесет на одно дело. Мое еще письмо, которое я написал, сестра помогла напечатать, мы только отправили. Я через два дня случайно, а это уходит было раньше, оно уже по фью разнесено письмо патриарху. Притом отрицательного ни одного отклика нет. Его украшать старается моими стихами спереди снизу. Фотографиями вашими, которые в храмах, пасхальные, это чудо какое-то. Уже говорят то, что знают конкретно. И кто-то против, чуть-чуть так сказал, но это говорят, он говорит, знаешь, посоветую тебе. Познакомиться поближе, указывать на наш стайд, что эти люди говорят и делают. Так что у нас соработников, помощников, мы их даже не знаем сколько уже. Это люди, нам так не оформить, как все красочно. И заголовок там, духовное размышление какое-то такое, считаешь. Я даже этого никогда бы не придумал, и как это красочно, многоцветно, украшено. Это ответ на молитву. Дела наши подтверждают то, что мы узнали, до чего приходил Христос. Он приходил для того, и написано, чтобы веровали, а для того, чтобы наказать неверующих. И неверующих не отвергнуть. У него все есть и не его стадо, не израильского, а мы как раз пришельцы. Я постоянно повторяю, еврейский народ требует особого попечения в молитвенном плане. Они нас обобрали, они все туда перекачали, все богатство, огромное держава. Ну и что из этого? У них золотой телес. Им назначена такая роль. У меня другая роль. Открытым оком увидеть и возвестить людям спасение. Ой, если бы в этот день вы узнали, что я вам говорю. Если бы вы узнали, какое чудо Бог сделал, что сотворил такую общину, где мы не только как едины, а мы по Евангелию стараемся идти. Вы это оцените, когда общины не будет. И поэтому против нас, которые говорят, общины, это все выдумки. Ничего никто не... А которые говорят за, они только говорят правильно и всех людей привлекают. Видно, что человек был и знает. Мы поняли, до чего пришел Христос и входил в Иерусалим. Он входил туда не на военном коне, не на танке въезжал, который освещает сегодня в Чечню. А на осле, осел это мирное животное. И этого тоже не поняли. И пальмовые ветви и одежды постелали. Это означает, господство над нами, руководи нашей плотью и душою. Во всем заключен смысл и ничего не поняли. Православные не поняли. Мне зачем равнять кого-то с кем-то? Я себя сравниваю со Христом и вижу, что я жил не знал, мне не возвестили. Скорбь и печаль. 23 года пропали. Да ладно, мать сказала, что Бог есть, суд Божий. От тяжких грехов Бог избавил. Осия, 11,8. Как поступлю с тобой, Епрем? Как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобой, как с Адамою? Сделали тебе, что Севаиму? Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя. Вот какие слова Бог находит, говоря о любимом избранном еврейском народе. И то, что сегодня люди против говорят евреям, вот говорят, все правильно говорят. А вывод делают совершенно неправильно. Они даже не понимают, что этот народ является закваскою. Они нужны, эти люди. Да каждый нужен. Но это нация особая. И они примут Христа, остаток Израиля спасется. И поэтому, у кого знакомы есть евреи, вы им свидетельствуйте Евангелие. Не наши это плохие новости переносить, кто ушел из общины. А говорите о Христе. Народ этот неотвергнутый Богом. Бог любит его. Бог ждет его покаяния. Свидетельствуй им. Чтобы они приняли его не просто как Мессию, но как Бога. Как второе лицо Святой Троицы. Иеремия 13,17. Если же не послушайте сего, то душа моя в сокровенных местах будет оплакивать гордость вашу. Будет плакать горько. И глаза мои будут изливаться в слезах. Потому что стадо Господне отведено будет в плен. Вообразите, что это не об Израиле говорится, а о нас, о русских. Это реально уже при дверях. Нас растерзают в один день. Кто бы дал такое сокровенное место, чтобы я день и ночь там плакал? Это говорит пророк Иеремия, любимый мой пророк. Дал бы эти чувства Господь нам, чтобы мы поняли, что Иеремия нас посетил Писанием своим. Благодаря нашим лучшим переводчикам. Что Синод за 40 лет до революции, в 1776 году, успел все-таки издать Библию. Противоречили, противодействовали всем. Но были те, которые сторонники были перевода. Но с оговоркой дали для домашнего чтения. Для домашнего. И что интересно, как посчитаешь, Библия-то она в православии, поэтому в православных появилась. А штудисты-то уже были штуды. И попы дали указание не продавать баптистам, которые в храм не ходят. Но можно обойти это. Православный это купили, принес, она лежит, дать, что он не приучен к ней. А баптист уже рядом стоит. А ты за сколько купил? Да я купил дорого ее, отдал целый, отдал рубль за нее. А я тебе два дам два? Забери. И уже она в первый месяц, все Библии штудистам перекочевали. И они в этот день не поняли, люди русские, что случилось. Как Господь посетил их этим новым переводом Синодальним. Они не поняли посещение Господня. Сегодня мы издаем книги, какие люди не поняли этого, что Господь открывает глаза людям. И это не поняли, вот это слово, оно по сегодняшний день звучит. А теперь последний шаг в этом слове, который Господь сказал, не поняли. А может это я не понял. Я уже сколько раз говорю. Конечно, это не евангельское слово патриарха, но на него легко ссылаться. Потому что патриарх сказал. Заговорил, говорит, знатный, превознеси до облаков. Заговорил, бедный, все удивляются, а кто это такой? Чего он ради сказал? Переформатируйте свое отношение к молитве. Возьми себе правило, скажи, сегодня день свободный. Или вчера был. Семь раз встану на молитве, по сто поклон. Это нетрудно. Поверьте опыту тех, которые уже это поняли. Мне из других республик уже звонят, потому что везде получили это дело. Вы понимаете, у нас совершенно другой климат в семье стал. И отношения другие. Детям просто увернуться нельзя, они поневоле стоят здесь. Смотрите, чтобы кланялись правильно. Глухонимым растолкуйте. Чтобы они кланялись правильно. Входя в храм, все три поклона положили. А потом уже мир дома. Если бы некоторые грижут, бегут, прям перескакивают. Три поклона. Этому дому нужен мир. Вы переводите слова правильно, чтобы не было ропота. С вас будет спрос. Поняли ли мы или не поняли, что служит к миру твоему в этот день? Принятие Христа из Святой Вечной Библии. Псалом 118-136. Из глаз моих текут потоки вот от того, что не хранят закона твоего. Какой архиерей сегодня будет плакать об этом, когда он не хранит слово его? Благословит. Даже вот мы раздавать, и то на это смотрят, а архиерей благословит. Понимаешь, да только руками сплеснешься и скажешь. Да что ты. Ну, о семинаристах еще можно сказать. Но священники, которые старше архиерея в два раза, и они должны у него спрашивать. А вот мне дают подарок, новый завет, брать или не брать. Это до какой степени надо быть воистину тоталитарным духом пропитанным? Бояться потерять свое грешное теплое местечко? Один раз только сказал, а ты что мне под ногами путаешься? Мне дают даром, я взял и ушел. Но поверьте, те будут, которые отказываются только из-за страха. Православные это любят брать, не покупая. Очень даже любят. Псалом 118, 158. Вижу отступников и сокрушаюсь, ибо они не хранят слово твоего. Давид видел, потоки слез изливал. Сколько бы он плакал сегодня, что не только не хранят, они его не получили, слово. Договори до конца. Людям-то нет слова этого, они его не знают. Библия есть, есть. А когда читал? Он забыл ее, когда читал. Она забытая, там за стопками лежит. В шкафу. Библия-то настольная книга. Она на престоле сознания и сердца должна быть. Вы научитесь осуждать, когда домой идете, здесь, отсюда. Вспоминать. А что помните из того, что говорено было сегодня? Какие места писания? Поверьте, большинство из вас не будут говорить, а которые будут, не знают, что сказать. Я уже знаю это. Я иду со священником и спрашиваю, батюшка, а сколько лет, как вы служите? У нас батюшке 32 года. А который со мной, он говорит, 52 года я в алтаря с вами. Я говорю, это сегодня вот вы читали, Евангелие, да, считали. Я говорю, и Деяния считали. Ну, больше никого нет, у него три человека в храме. А о чем считали? Понятия не имею. Как? Да ты же для других считал-то. Он не мог ответить. Ни один. Это не где-то храм Софии Киева. Вот и все. И ты можешь подойти к любому священнику, сказать, что чтение было. А уж вчерашнее, Евангелие-то можно сказать. Она четыре варианта всего только. Псалом 118.53 Ужас овладевает мной при виде нечестивых, оставляющих закон твой. Вот чего надо бояться. Ужас. Этим ужасом-то сегодня все покрыто православие. Они не знают закона, не держат. Ты каждое слово, читаемое в Псалтире, примени к себе. И ты увидишь, что тебе надо день и ночь плакать о самом себе, что закон не читаешь. В ужас прийти, что закон не хранишь. Считайте 118.53. В нем 176 стихов. Это самый длинный псалом, самая большая глава в Библии. И в ней 176 цифру. Заметь. 185 раз говорится слово Библия. Это закон, устав. Да стихов меньше, а в некоторых по два раза. Я специально пересчитывал на несколько раз. Я вот этой вот рукой, Псалтирь, печатными буквами переписал минимум в два раза. В тюрьме и брату, когда посылал в армию, не считаю, что Библию несколько раз не считал. И считаю, что это совершенно ничего не значит. Так мало знаю. Совсем не знаю. Не могу сказать. Маленько что-то узнал. Ты-то услышал о поклонах. Подумай, как бы это сделать. Выбери это время. Начни раз в день, потом два раза. Утром помолился? Это не утренняя молитва, не вечерняя, а отдельно. И начни молиться. А потом подойди и скажи, как я не мог это понять раньше? Люди, которые противоречат чему-то, говорят, поверьте, это все в молитве. Если ты будешь в молитве поклонами уничижать себя, просить Бога, изменится все. Совершенно по-другому смотришь, даже на абсолютно понятные вещи. Я не могу заставить никого, но я убеждаю. 164 стих этого псалма. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. За суды. То есть они праведные суды. Что погубил там в Таиланде. Праведные, что взорвался Чернобыль. Это праведные суды Божии. Ты за это прославь Бога. Благодарю тебя, Господи. Люди на тебя будут смотреть, как на грешника. А ты скажи, а я славлю за суды. Не просто дай сыну моему здоровье или дочери моей богатства хорошего жениха. А за суды правды. Что была война. Была перестройка. Была коллективизация. Это суды правды Божии. И тогда памятник вот этот на площади совершенно в другом свете будет. Благодарю, Господи, тебя за суды правды, что были репрессии 37-го и других годов. Благодарю. По-другому нельзя было. И никому нельзя было скрыться. Люди лезли в класти патриотами, чтобы только его не арестовали. Патриоты, пожалуйста, на войну идите. Другая акция открывается. Туда всех подобрали. Ни один не ушел от этого. Всех маршала, всех под нож пустили. Римлян 9-2. Великая печаль для меня и непрестанное мучение сердцу моему. Матерь слова только прочитать, а дальше не надо говорить. Спроси людей, скажи, Павел, о чем? Так непрестанно мучился. Печаль. Мучение. О чем? Ведь не знающие писания не поймут. Об народе израильском. Что они и Христа не приняли. Кто сегодня так печалится о русских? Великую Россию надо. Христа надо. И притом этой заразой, лжепатриотизмом сегодня буквально как проказой покрыта страна. За одного этого корейца, которого убили, нам никогда не ответить уже перед Богом. Он приехал учиться. Христианской нации. Язычник приехал, его убили. За что? Патриоты. Ведь больше безумия придумать нельзя. Это порождение наше. Эти люди придут причащаться, убийцы их причащат. Они крещеные. Да вся Россия крещеная. За что погибли? Родители приезжают в Корее и его увозят в гробу. Да нам день и ночь надо плакать не о корействе только, а о себе. Мы все вместе оказались хуже одного его. Он никому зла не сделал. Ты дальше развивай. Ему не Христа показали, а зверелое наше общество. Он приехал научиться доброму, а его убили. Ты много не рассуждай. Только представь, что это твой сын здесь находится. Как мы перед Богом предстанем, имея Евангелие, закон Божий, и не успели сказать, быть может, ему никто. Второе Коринфянам 4.3.4. Если же закрыто благоествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благоествования в славе Христа. О славе Христа, которая из образа Бога невидима. Сатана ослепил. Да не святая Россия была, а ослепленная дьяволом. Согласно одного этого стиха, свет благоествования не вошел. Где написано, что Святая Русь, вот этот стих надо ставить. Ослепленная дьяволом. Для нее не воссиял свет благоествования. Евангелие не проповедовалось народу. Так в храме редко, редко кто. Второе Коринфянам 6.2. Ибо сказано, во время благоприятного я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Ибо вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Вас сочтут назойливыми. Ну ты сказал, да отойди. А ты разворачивайся в другой раз, с другой стороны подойди. И речь идет о спасении. Слишком много поставлено. Ни один человек не может не раскаяться, когда предстанет на суд Божий. Вот представьте, у чеченцев попадает в плен, некоторых на обмен, вы вызволяли, которые молодежь. Их сейчас туда не посылает. А контрактников всех расстреливают. Им глотки режут. И он такой тут герой. Он сегодня только сквернословен. Ну похабнейший человек. Но вот он в плену и показывает документально, как их режут. Все это показано. Трое они все, даже руки не связаны это. И молодой чеченец бьет ножом, сбьет раз, другой, третий. А он стоит на четвереньках, он режет его, голову не может отрезать. Наконец, яма выкопана в яму, за ноги, стаскивает. Все закончено. И вот в этот последний момент сказали бы, тебе надо уверовать во Христа, жить во Христе. И для Христа и в монастыре все согласились бы. Потому что выбора-то никакого нет. И они принимают мусульманство. Но они их не принимают в мусульманство. А в Афганистане было. И они приняли мусульманство и обихоженное. И что интересно, русские люди, насколько верно. Главари всех этих отделений, полевые командиры, брали себе в охранники русских. Насколько они верно. А почему так? А ты спроси, когда Урия Хитиянин был убит Давидом, почему он такой близкий был Давидом? Это охрана была из Хитеев. Хильфеи, Ферезеи это все. Это были филистимляне, набранные Давидом себе в охрану. Свои такие не были верны, как иностранцы. Вот что это такое. Деяние 10.36. Он послал сынам Израилям слово, благовествуй мир, Сейзу Судца Христа. Все есть Господь. Всех. Сынам Израилям, благовествуй мир. Почему же русским-то не было благовествовать? С лопатами пошли горы рыть. Сразу киевские пещеры начали копать. Они нам привезли вагон лопат. Я называю это пещерное христианство. Пещеры рыть. И главное, из моих книг, вот сейчас, выдрали самое то, что касается, и в интернете разносят. Мне вопрос задавить в третьем томе, открытым оком. А что бы вы сделали, если бы вас избрали патриархом? И я как отвечаю, я отвечаю, ну, первый день бы. Вот они говорят, ну, время нет, да нет. Я первый день, что бы я сделал? Значит, сразу бы открыл тысячи училищ. Тысячу. И нашел бы баптистов. Всех поставил только баптистами руководители. Которые дали бы обещание, что православную догматику трогать не будут. Но знают, как проповедовать. А дальше? А к вечеру, когда все сказал, что бы я сделал, А к вечеру бы найти место, скорее, куда спрятаться, чтобы церковная мафия меня не нашла. Иначе к вечеру меня убьют. Это все разносят по всему миру. И сейчас новый патриарх, может, по этой программе будет работать. Я не знал этого ничего. Случайно наткнулся. И сколько это уже там? Так речь идет о миллионах людей, которые могли услышать. Каким надо быть патриархом? И что сделать? Все храмы сегодня можно закрыть. Прекратить всякое строительство. Перекрестить, которое не полное погружение. По подписку всех взять. То есть все, что там написано. А дальше отвечаю. Короче, все делать так, как у нас в Краснодарской общине города Барнаула. Один ответ. Чтобы ни одного канона не было нарушено. Нигде. Так люди эти снимками все это украсили, показывают. Помощников Бог дает много. И очень ревностных при том. Мы берем не только, как христианин должен быть. Павлу мне задавали такой вопрос. Какой мне задают? Каким должен быть патриарх? Он патриарх со слова не знал. Апостолу Павлу сказали. В нот за тобой придут. А какими они должны быть? Это апостолы. Или последователи. Преемники. Он бы сказал. Подражайте мне, как я Христу. Вот если мы можем сказать так. Нам Бог позволил сделать невиданное великое дело. Создать общину. И мы это на маленькой, микроскопически маленькой общине можем показать. Можно это делать. Можно. Говорят, никогда этого не сделать. У меня многие здесь были архимандреицы, священники. Домой приходили и фотографировали, какое на стенке висит. Правила какие. Мы обязательно сделаем. Потом через три года опять Масаши сделал, что-то нет, не мог еще сделать. Никогда вам этого не сделать. Это бесполезное дело. Сначала я говорю, все, раз за три. Я сказал, что количество православных уменьшится в сотни раз. Но качество улучшится. Но через короткое время количество будет больше, чем первоначально проповедь. Она будет рождать новое чадо. Деяние 13.46 Тогда Павел и Варнава с верзновением сказали. Вам первым надлежало быть проповеданным Слово Божиим. Но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни. То вот мы обращаемся к язычникам. Люди, которые не приняли благовестия от апостолов, недостойны вечной жизни. За этим стоит не просто мы возьмем богослужение и им заменим проповедь и все остальное. Все богослужение. Я там говорю, посты все сразу как патриарх я отменил. Отменил соборным решением, кроме Великого и Среды и Пятницы. А остальное добровольно то, как хочет. Я бы это сделал. Согласно канонам. А что бы дальше еще надо делать? Ну что, в первую очередь богослужение сократить не больше полтора часа. В Сербской Православной Церковной Церкви у них богослужение 45 минут. Но каждое богослужение начинает с проповеди, заканчивать проповедью. 90% проповедя, а 10% на богослужение. Мы бы все могли сдвинуть. И кто желает по-русски, чтобы служили по-русски. Никому не препятствует. Желает по-славянски. Никакого насилия, чтобы полная была свобода. Но относительно того, что до 30 лет, я говорю, чтобы ни одного священника не было. Всех сразу запретить. До врученных лет. То есть каноны. Я ничего не придумываю. Ну, я не патриарх. К великому моему счастью. Евреям 3.13 Но наставляйте друг друга каждый день. Да коли можно говорить ныне. Чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Поэтому люди, которые уходят из общества, просто обольстившись грехом. Другого названия никакого нет. А вы, написано, не священники, а друг друга наставляете. И когда идете дорогой, не говорите о пустяках. Поставьте все за правило не звонить. Я не звоню никогда. Телевизор у меня нет. И телефон я не беру в руки. А мне когда звонят. А если звонят, то обязательно успеть что-то сказать о Боге. Пусть нас Господь благословит сегодня быть учениками святых апостолов. И через их Слово Божие, чтобы мы преобразились. И были со Христом здесь и в вечности. Аминь.